Всем привет, друзья, с вами Джонни, и прямо сейчас мы находимся на родине, восточный округ. И как вы поняли, это первая серия нашего нового пути. Вы, наверное, спросите, а какая же конечная цель у нашего пути? Ну а я вам её покажу. Как я понял, на родине такой вот аксессуар, как велосипед на спину, гораздо популярней и дороже, чем обычный шарик, который также есть на Аризоне. Изначально я думал запустить путь до шара, но из-за того, что на родине он особо не пользуется спросом, да и куда удобней использовать велосипед, я решил, что для первого пути данный аксессуар вполне сойдёт. Если что, друзья, скачать родину можно по ссылочке в описании. Я играю на восточном округе, и если будете регистрировать новый аккаунт, указывайте мой никнейм в поле пригласившего вас друга. За это на пятом уровне вы автоматически получите 250 тысяч, и также на шестом уровне указывайте мой промокод. Пока что он не прокачанный, но за него я буду выдавать по полтора миллиона каждому. Главное, отпишите мне вконтакте. Ну а прямо сейчас я собираюсь зарегистрировать новый аккаунт. Выбираем, конечно же, мужчину, и, пожалуй, я выберу этот скин. Если вас кто-то позвал на сервер, введите его никнейм. Понятное дело, вводим никнейм Джонни Стар, нажимаем кнопку зарегистрироваться. Ну и всё, друзья, вот мы и попали на родину. Начальный баланс у меня 800 рублей. Выхожу я, значит, с вокзала, и прохожу мимо какого-то челика, и мои 800 рублей просто переходят к нему. И сразу же, прямо у спавна, мы начинаем первую линейку квестов. И чтобы понимали, насколько здесь прикольные квесты, просто послушайте это. Я рад, что ты вернулся на родину, но боюсь, что твоими документами сейчас можно потереться. Тебя слишком долго не было, и они годились только для покупки билета в один конец. И вот ты на этом конце, в прямом смысле. Вкратце, первое задание заключается в том, что нам нужно получить паспорт. На спавне есть такая вот парковочка, где можно взять бесплатно такой вот скутер. И именно на нем прямо сейчас я отправлюсь в мэрию. Залетаем внутрь, и сразу же здесь видим меточку, где можно получить свой паспорт. Вводим здесь дату рождения. И все, мы успешно выполнили первый квест. Теперь нам нужно вернуться обратно к пивозавру, чтобы забрать свою награду. В виде награды мы получаем 1 XP, а также 10 тысяч. После долгой беседы с пивозавром, у нас на миникарте устанавливается метка. Нам нужно отправиться к Василию в почтовый склад, где и нас и ждет, собственно говоря, работа. Этот самый почтовый склад находится прямо рядом с вокзалом. Устраиваемся на работу грузчиком. Также можно сразу переодеться. И самое главное, не забудьте поговорить с Василием. Работа здесь очень легкая. Нужно просто взять ящик и перенести его на склад. В зависимости от того, как вы поговорите с Василием, вам придется отнести либо 10 ящиков, либо 20. Дам вам совет, лучше ему не грубить. Пока я работал, меня успело крашнуть, но не переживайте, весь ваш прогресс сохраняется. Перенес я, в общем-то, последний ящик, и мы успешно выполнили квест «Разгрузка вагонов». Отправляемся к Василию, чтобы забрать нашу награду. И здесь, друзья, внимательно. Он говорит, что мы заработали 10 тысяч. Мы можем либо согласиться, либо предъявить, что здесь слишком мало. И как мы видим, теперь мы заработали 25 тысяч, но вот и другое дело. Получаем 25 тысяч на наш баланс, завершаем рабочий день. И на балансе у меня уже 35 тысяч. Беру обратно свой электроскутер и возвращаюсь к пивозавру за следующим заданием. Далее, в общем-то, по квесту нам нужно получить водительские права. Вновь садимся в наш электроскутер и направляемся в автошколу. И на самом деле, выполняя эти задания, могу сказать, что я просто остался в шоке от тех интерьеров, которые есть на родине. Заходим, короче говоря, внутрь. И здесь мы можем бесплатно сдать экзамен по вождению автотранспорта. Нас сразу же перебрасывает за руль такого вот автомобиля, где нам нужно следовать по меткам. И сразу вам скажу пару моментов, чтобы вам было гораздо легче все это проходить. Здесь, например, где нужно припарковаться, нужно сдавать задним ходом. Возможно, не сразу, но за пару попыток у вас обязательно получится. Ну а после площадки мы уже выезжаем в город и здесь также следуем по чекпоинтам. И, кстати, в городе заметил прикольную систему, дабы не всматриваться в каждый светофор. На родине слева показывается, за несколько метров перед светофором, какой сейчас цвет там горит. После того, как мы вернулись, мы успешно получили наши права и задание было выполнено. Возвращаемся снова к пивозавру и берем у него следующее задание. Скажу сразу, следующее задание довольно долгие по времени, но это не самая большая проблема, с которой я столкнулся. Тех самых электроскутеров не было, поэтому мне пришлось выжидать как хищник момент, когда они снова заспавнятся. По итогу я забрал тот самый электроскутер и доехал до первого места, где нас ждет первое задание в этом квесте, а именно ферма. И сейчас, друзья, очень важный момент. Подходим к этому персонажу, Грише, и самое главное, ни в коем случае не подкалывайте его о том, что он заикается, ибо если вы это сделаете, вам придется собрать 200 штук льна. Но если бы я не зарофлил над тем, что он заикается, пришлось бы собрать всего лишь 100. Далее подходим к Феде и за 5000 покупаем у него инструмент для сбора урожая. И также самое главное, нам нужно собрать по квесту лен, поэтому ни в коем случае не собирайте хлопок, ибо квест вы никак не пройдете. Долго, конечно, я проходил это задание, ибо процесс роста льна, ну прям очень долгий, но в конце концов я смог пройти это задание. После того, как мы прошли этот квест, возвращаемся обратно к Грише и забираем наши честно заработанные 50 тысяч. На балансе у меня уже 68 тысяч, а также от него мы получили 10 штук морковки в свой инвентарь, можно кстати покушать. Ну и те самые грабли не забываем сдать вот этому вот фермеру, получаем за это еще одну тысячу. После этого квест, конечно же, еще не выполнен, нам нужно отправиться уже к другому квестовому персонажу, а именно к Мастурбеку. Находится он у шахты, самое главное здесь выберите пункт, ты прав, поэтому надеюсь договоримся. И вместо того, чтобы добывать 30 камней, вам придется их добыть всего лишь 15. Далее прыгаем вниз с этой шахты, у Ивана закупаем кирку за 5 тысяч, и начинаем в общем-то добывать ресурс камень. Самое главное, нам нужно добыть именно 15 штук камня, ибо бывает такое, что можно добыть еще и металл. С этим заданием я справился гораздо быстрее, чем с прошлым. Возвращаемся снова к Мастурбеку, получаем от него 50 тысяч, а также предмет металл. Ну и судя по подсказкам, дальше нам нужно отправиться на лесопилку. По приезду к лесопилке обязательно поговорите сначала с Петровичем, быстренько с ним беседуем, ну а дальше устраиваемся лесорубом. Ну и короче, начинаем пилить дерево. Нужно нам вот так вот перенести 20 дров. Все, друзья, отнес последнюю доску, и мы успешно выполнили квест ресурсы. Снова беседуем с Петровичем, получаем от него денежную награду в размере 50 тысяч. На балансе, кстати, у меня уже целых 171 506 рублей, и судя по всему, мы должны сейчас вернуться к Пивозавру. Исходя из его нового квеста, мне следует отправиться прямо сейчас на такое место, как Центральный рынок. А вот, в общем-то, и он, судя по тому количеству машин, которые здесь находятся. Интерьер, конечно, знакомый, такой мы видели на острову Вайсити, но это кто смотрит путь до самолета. Далее мы должны подойти к верстаку и здесь скрафтить акустическую гитару. С вероятностью 100%, конечно же, мы ее скрафтили, как-то так она на мне смотрится. Далее возвращаемся обратно к Пивозавру. И далее, друзья, очень внимательно, ни в коем случае не выбирайте первый ответ, лучше выберите план дерьмо. Ибо если вы это выберете, то вам придется заработать 50 тысяч, используя эту акустическую гитару. Давайте поможем этому бедолаге, ибо я его прекрасно понимаю. Но это задание можно пройти гораздо легче. Короче, я установил свою гитару вот здесь. И огромное спасибо игроку Артем Липовский. Короче, суть проста, я просто ему скидываю 50 тысяч, а он должен будет эти 50 тысяч закинуть мне обратно, но только через вот эту вот систему. Но самое главное, пока вы выполняете это задание, нужно обязательно сыграть какую-то песню, ибо по-другому игроки просто не смогут вам накидывать деньги. По итогу задание было выполнено, можем возвращаться обратно к Пивозавру. Ни в коем случае не отдавайте ему 25 тысяч. Ну и по сути, получается, мы полностью закончили все квесты у Пивозавра. Прямо сейчас на руках у меня 291 тысяча, и я думаю, что можно завершить первую серию на этом. Мой инвентарь выглядит примерно так. У меня два эффекта из 4 пополнения счета. Один я получил прямо сейчас от Пивозавра, ну а другой можно получить, если прописать такую вот команду. На этом данная серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Обязательно качайте родину и переходите играть вместе со мной на Восточный Округ. И чтобы вам было проще развиться, давайте разыграем сегодня 400 тысяч рублей. Условия простые, лайк, подписка и комментарий с вашим никнеймом на сервере Восточный Округ. Итоги будут в следующей серии. Ну а с вами был Джонни Стар, всем до скорого.